Всем привет! С вами Ольга Дуброва. Ну что, июль месяц, вы думали, будете отдыхать и пожинать уже первые плоды? Нет, я вам хочу подкинуть работенку, что мы посеем в июле, в середине и даже практически до самого конца. Июль вообще благодатный месяц, макушка лета, тепло, много света, почва прогрелась, дальше некуда. Вообще никаких проблем с посевом прямо в грунт. То, что мы мучаем весной по подоконникам или ждем, когда наступят какие-то положительные температуры в почве, и ищем холодостойкие цветочные растения для своего сада, то в июле все идет на ура. Просто вот через несколько дней появляется из недр земли. Это, конечно, будут и быстро зацветающие, с быстрым вегетационным периодом однолетние растения. Это будут двулетние растения, которые мы в этом году посеем. Они успеют плавно войти окрепшими в зиму и весной или в начале лета порадовать нас своим цветением. Это будут многолетники, на которые мы затем не будем отвлекаться, ни подзимним посевом не заниматься, ни тем более стратификации в холодильнике и на всяких там балконах, снегах, в ведрах, в пложках. И, конечно же, нам надо что-то и покушать, и вот всякие скороспелые салатные культуры, и не только. Ну вот начну с однолетних растений. Это, конечно же, вот вы видите календула, которую можно высевать через 10-15 дней, и в осень вы войдете с яркими красками и будет цвести, если не поразиться мучнистой росой, до самых дозаморозков. Зато у вас будут такие яркие оранжевые и не только оранжевые многочисленные сорта пятна. 30 дней и цветение начнется. Душистый алисум, который кто-то не успел посеять, тоже еще успеет порадовать нас своим ароматом и снежными такими куртинками. Из быстрорастущих еще можно посеять красивую анимофилу голубого цвета, можно космею попробовать, вдруг у кого-то успеет зацвести, ну и поинтересоваться, что за однолетники, которые так вот быстренько зацветают. Даже если у вас в запасе осталось дней так 40-60, то это тоже можно поэкспериментировать. По крайней мере, будет бодрая зелень. Из двулетников это, конечно, будет, у кого еще не гуляет по огороду, наперстянка. Это будет лунария, можно посеять. Некоторые сажают, сеют маргаритки, затем незабудки. Правда, у меня эти незабудки, я уже не знаю, как от них избавиться. Они там переродились, скрестились и гуляют по всему саду. Ну, трудно избавиться от такой красоты. Об этом как-то в следующий раз я с вами поговорю. Про красоту, которая нас подавляет. Салатные культуры. Подбираемся к салатикам. Значит, будем выбирать те салаты, которые все-таки скороспелые, чтобы им хватило периода вегетации. Чтобы они как можно быстрее набрали сочности и размеров. Если кому-то хочется новинок, буду предлагать такую новинку. Это считается как шпинат. Кстати, вот можно такую акцию провести, два по цене одного, когда на одном участке, на одной грядочке вырастить шпинат, обычный, и многолетний шпинат. Что такое многолетний шпинат? Он идет под названием утелша. Это по имени того, кто его первый вывел, так сказать. Создал этот сорт или вид, как его назвать. В отличие от щавеля, потому что утелша это скорее потомок щавеля. Есть генетические в нем такие корешки. То, в отличие от щавеля, который не всем рекомендован, утелша практически не содержит в своем составе щавелевой кислоты, поэтому является, можно сказать, диетическим продуктом. И при этом многолетний. И при этом огромные листья с легкой кислинкой, с огромной продуктивной массой зелени. Можно даже там, у кого есть какая-то живность, на корм скоту очень приветствуется, потому что за сезон дает большой прирост этой зеленой массы. И вот съем шпинат многолетний, шпинат однолетний. Однолетний употребили сразу же. Снова же выбираем сорта, которые более быстрого срока созревания. Они отличаются в своей линейке. И этот салат у нас многолетний у тебя уж останется. Из таких новиночек, которым хочется кому-то побаловать себя, можно, я вам подскажу, из такой растения базелла. Базелла альба называется по латыни. И в странах Юго-Восточной Азии используют пищу круглый сезон. Хотя в молодом состоянии вполне себе. А потом немножко появляется какая-то такая, для меня неприятный привкус появляется. Но это кому надоели обычные салаты. К тому же вот сама базелла, она стелющегося роста и красивая окраска. То есть вполне является такой декоративной культурой. Затем появляются розовенькие цветочки, а потом появляются черненькие ягодки. Но в пищу применяют только листики, сочные, приятные листики из новинок. Когда вы будете сеять салаты и шпинаты, вы же помните, что это холодостойкие культуры, а в июле может быть жара. Поэтому лучше такой посев произвести вечером. Семена могут реагировать на температуру теплую почвы. Здесь уже обратная сторона медали. И поэтому вечером и поливаем холодной водой. И вот каждый вечерок мы так вот немножко холодной водой до появления всхода. Всходы появятся быстро. Я думаю, через дни и пять они уже и выскочат при такой-то температуре. Июль месяц – это последний срок, когда мы можем посеять морковь. Да, морковь, конечно, она не вырастет таких заявленных размеров. Но если посеять ее на приподнятой грядке, там, где почва глубоко обработанная, рыхлая, пушистая, я выбираю какой-нибудь крупнорослый сорт, которые вот такие вот растут, заявлено. И к началу заморозков они у меня вырастают вот такие вот вполне себе. И которые потом здорово заморозить и добавлять в какие-то блюда. Даже если она будет такая, то это все равно очень интересно. Такие мини-морковочки. И такие мини-морковочки деткам интереснее впихнуть и быстрее они их проглотят. Рассказать, что им от зайчика из леса передали. Последний срок также для посева репы. Репу, кстати, можно употреблять как сами корнеплоды, так и зеленую массу в молодом состоянии. Тоже очень насыщенно различными питательными веществами. Редис, конечно. Редис тоже как бы реагирует на освещенность и на температуру почвы. И ему больше нравится, конечно, короткий день. Но есть теперь масса сортов редиса, которые вообще не реагируют на световой день. Поэтому можно сеять в эту пору и даже в августе месяце. Последний срок посева фасоли, которая иногда называется французская или карликовая. Но для нас привычнее это и понятнее спаржевая, либо кустовая. Ну, это то, что мы употребляем в пищу вместе с целым бобом. Ну, целиком зернышки с оболочкой. Можем высевать и в качестве каких-то уплотняющих посадок. Можем высевать как по периметру, так и между картофеля. Можно, вот я бы больше предпочла по чесноку. Потому что чеснок там выдернул и все, а картошка, там приходится присматриваться. Например, я люблю вот так вот работать. И когда это вот приглядываться, то это я не люблю. Уплотняющие посадки приветствую. Но так, чтобы все это было по-быстрому. Различные есть сорта. Есть зеленые, фиолетовые, желтые. И стадии спелости они достигают через 60-65 дней. Поэтому времени у нас вполне достаточно, если это проделать именно сейчас. Если в следующем году вы будете заниматься посевами июльскими, то тут мы немножко опоздали уже, но на будущее. В начале июля последний срок посева кукурузы. Снова выбираем сладкие, сахарные, но которые более скороспелые. И если у кого-то завалялись еще какие-то нераспекированные посевы, или они вот нерассаженные, где-то ютятся, я знаю, такое случается, кабачков или огурцов, то несите их, эти чахлые свои остатки, на грядку. Можно также в уплотняющих посадках их посадить. И они еще успеют взяться в силу и дать вам урожай через дней, так, 30-40. Но, мне кажется, работы у нас на июль достаточно. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы все условия благоприятные, но иногда бывают огрехи у нас с дождями, то есть их мало, тогда не забывайте про полив. Потому что вот к июлю месяцу даже грунтовые воды, они немножко уходят поглубже, так сказать, мельчают. И надо все-таки поливать. Не забывайте, что полив никто не отменял для успешного прорастания семян. Так, цветы и овощи мы посеяли. Это все зреет. Ну, удачи и хороших высоких урожаев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok